Когда мужчина и женщина создают синергию, то есть без разницы. То есть мужчина, чтобы мы понимали, мужчина вкладывает в женщину что? Да, что он вкладывает в нее? В зависимости от отношений. Я видела это микрофон. Что он, вот давайте первое, что он может вложить, хотя бы пару пунктов. Берем одного конкретного мужчину или мы берем всех? Хорошо, давайте возьмем одного конкретного мужчину, что он может предложить. У загального. Вот что он может предложить женщине именно в качестве инвестиции? Хорошо, какой это уровень жизни? Начнем с этого. Это очень распространенное мнение, которое до сих пор, оно муссируется. Почему вы считаете, что женщины, посмотрите, какие женщины, имеющие образование, они не имеют хорошего уровня жизни? Или мы с вами все-таки говорим, что вложите мне в бровки, в губки, сюда, вот сюда, мне вот тут чуть-чуть. Это не инвестиция, это разбазаривание. А уровень жизни, если мы говорим за 30, у женщин, у состоявшихся и у мужчин, плюс-минус одинаковый, особенно в нашей стране. Потому что если мужчина дорос, еще не значит, что он через полгода это не потеряет. То есть я вот о чем. Если мы говорим об инвестициях, да, то здесь надо понимать, что не мужчина дающий. Он может предложить столько же, и выбирает он себе женщину аналогичную. И вот здесь тогда не будет, что он ее закрывает плечами. Кого закрывать? Вы две личности, две самостоятельные, устоявшиеся личности. Смотрите, во-первых, у нас вот одна есть инь-янь, да, у кого-то где-то больше, где-то меньше, да, чего-то. Финансово может и женщина, например. Есть куча семей, вот у меня даже знакомая есть, да, у нас есть у меня друзья, у них условно женщина, она работает, мужчина занимает, он мужчина творческий, он художник, он занимается творчеством, он ничего не зарабатывает, он буквально ничего не зарабатывает, он этого не стесняется. Она врач, очень известный, она зарабатывает очень хорошо. Она содержит полностью семью. Скажу, узнаете просто. И как бы это нормально, это нормальная ситуация, буквально. Мы говорим с вами про классическое понимание, об этом и спроси, вам про конкретную кого-то рассказать или вам сказать в целом? В целом к нам большинство клиентов, извините, я тебе уже договорю. Это был мой протест против, еще раз, вы обозначили очень слабые места именно нашего государства. А я говорю сейчас о нашем государстве, все-таки это все тянется из постсоветского пространства. Точно тянется. И вы это до сих пор, ну как бы сказать, ну я в этом услышала больше пропаганду. А почему вы не скажете о тех девушках, смотрите, как очень хорошо было. Была интересная история, когда девушка приходит и спрашивает, какой у него доход. Мне можно без микрофона. Нельзя, вас не будет слышно. Какой у него будет доход. А есть у вас истории, когда сформированная девушка приходит, ей вообще не важно, какой у него доход. Вот расскажите. Это, честно говоря, у нас трошки про инше запитание, до якого мы пройдем. Ну давайте, если можно, коротко просто. Смотрите, мы с вами определяем сейчас проблемы, правильно, которые есть. Блоки, после которых не стоит продолжать свидание. Что не так? Мы с вами не говорим про историю успеха. У меня про историю успеха есть больше рассказать, чем про истории негативные. Но мы все время история негативная, чтобы у них сделать выводы, и дальше, ну там, условно, в какой-то ситуации у них не падает. Если эти... Я не пропагандирую ни сексизм, ни неадекватное подсоветское понимание или советское понимание того, как должна вести себя женщина. Это не советское понимание, это такое. Это средневековое понимание, скорее, чем советское. Это, как бы, знаете, в Британии нормальная система. Когда девушка не работает, а мужчина работает, обеспечивает ее. У нас есть клиенты. Мы работаем по всему миру, по сути. У нас есть клиенты из Америки, из Британии, откуда угодно. У нас, да, у нас большинство клиентов, это мужчины, которые обеспечивают девушек. И девушки, которые там, условно, они не содержанки, они тоже работают, они что-то делают. Вот это слово тоже. У вас постоянно вот это слово тоже. Давайте не с сопротивлением. Мне кажется, что тут включило слово «активы». И почему-то связалось слово «активы» с деньгами. Актив — это не деньги. Это может быть надежды. Но это ваши ожидания. Это я понимаю, что активы — это не деньги. А прозвучало это со словами Евгения? Нет, не прозвучало. Просто мужчина вкладывает в активы. Потому что на самом деле мужчине проще описать. Я смотрю на нее, она мне может родить троих детей. Я посмотрел, да. Это актив. А она не может так сказать, что я актив, я вкладываю свой актив, он будет возле меня бегать, ухать, ахать, и я буду счастлива. Это тоже актив, но просто он по-другому описывается. Тогда опишите актив женщин, который вкладывает мужчина. Еще раз. Актив, который вкладывает женщина в мужчину в браке. Зачем нам это все, другими словами? То есть трое детей, которые остаются с ней? Нет, мужчина, когда... Мужчина, понятно, он вложил в женщину. У него трое детей. А женщина тогда? А женщина, когда вступает в отношения, она тоже что-то ожидает, конкретное получить. Что она вкладывает? Какой актив она вкладывает? А, вкладывает тех же рождений, своя способность родить ему троих детей. Если ему это надо. И вот они находятся те. Кому надо, ищет тех, кто будет рожать. Кому не надо, ищет поговорить. С кем-то кому-то, а кто-то ищет, давай с тобой будем путешествовать следующих 10 лет. И это тоже, каждый человек ищет что-то свое. И актив здесь не деньги, не машины, не дети, не еще что-то. У каждого свой актив. Это просто готовность кому-то что-то отдать. И в зависимости от того, мужчина это или женщина, они дают просто разное. Я включу микрофон. Мы тратим за микрофон. Я пропоную просто уже перейти до наступного питания, потому что мы уже пошли по колу таких... Давайте поговорим не про подружное життя, потому что мы сейчас говорим про пошук конкретно. Да, у нас питание. Продолжение следует...